Библиотека Архангельский литературный музей Библиотека Архангельский литературный музей И дослужился до должности военачальника одной из населенных славянами областей По-иному сложилась судьба Кирилла Он рано проявил способности к знаниям, особенно к языкам Одаренного мальчика после смерти отца берут в Константинополь в царский дворец Надеясь вырастить из него учителя для царских детей Наставниками его являются умнейшие люди Византии Знаток греческой культуры Фотий, избранный в 858 году главой греческой церкви И знаток естественных наук и изобретатель Лев Математик За 9 лет Кирилл освоил все науки, которые должен был знать образованный человек того времени Грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, астрономию и все прочие эллинские художества Особенно преуспел он в языкознании Владел греческим, латинским, славянским, арабским и еврейским языками За умение вести философские диспуты Кирилла прозвали философом Царь-феоктист прочил Кирилла воеводы, но тот выбрал должность библиотекаря, патриаршей библиотеки Эту должность он сочетал с преподаванием философии в университете О создании славянской азбуки Кирилл впервые задумался после поездки в Болгарию Болгары с реки Бригальницы решили принять христианство и попросили у Византии священника Выбор пал на Кирилла, как на знатока славянских языков Он крестил болгар, но своей миссией остался недоволен, письменности у них не было А значит, они не могли перевести с греческого богослужебные книги и жить по христианским законам Славянская азбука была создана в 863 году Тогда в Константинополь прибыли послы из Моравии, народ которой принял христианство от немцев-католиков Служба в храмах там велась на латыни Послы попросили дать им учителей, которые могли бы доступно объяснить христианское учение народу на славянском языке Выбор снова пал на Кирилла Но перед тем, как согласиться, он спросил, имеют ли Моравы азбуку своего языка Ибо просвещение народа без письмен его языка подобно попыткам писать на воде Узнав, что азбуки нет, Кирилл начинает создавать ее сам, взяв за основу греческое уставное письмо Он упростил написание греческих букв и ввел новые буквы, передающие звуки славянской речи Три месяца длилась эта работа, но фактически Кирилл трудился над ней всю предшествующую жизнь Когда изучал языки по книгам и во время миссионерских поездок знакомился с азбуками и грамматиками Искал общие законы письменности К переводу греческих священных книг на славянский язык Кирилл привлек брата Мефодий еще в 60-е годы оставил военную службу и принял монашеский сан И только тогда, когда главные богослужебные книги были переведены, братья отправились в Моравию Они разъезжали по стране, создавали новые церкви, где на богослужении читали привезенные с собой книги Набирали учеников, учили их славянской азбуке и ведению церковной службы В результате, там, где богослужения вели по латыни немцы, церкви стали пустеть Немецкое духовенство не могло смириться с этим Кирилла и Мефодий обвинили в ереси и стали преследовать вместе с учениками Искать защиты просветители поехали в Рим В Риме их встретили с почетом, потому что братья привезли в дар городу останки святого Климента Папы Римского, найденные в Херсонесе Святой Климент по преданию был учеником самого апостола Петра Мощи Климента были драгоценным даром и славянские переводы Константина получили благословение Папа Адриан одобрил деятельность просветителей, посвятил их учеников в сан служителей церкви и осветил славянские богослужебные книги Находящихся в Риме Кирилла и Мефодия приглашают в Болгарию к царю Борису Но 14 февраля 869 года Кирилл, тяжело болевший перед этим, умирает Его хоронят с большим почетом в церкви святого Климента в Риме Мефодий в сане архиепископа едет в славянские земли, чтобы продолжить просветительскую миссию Создать самостоятельную славянскую церковь Несмотря на одобрение Папы, католики продолжают сопротивляться В Панонии Мефодия заключают в тюрьму, подвергают суду Козни преследовали Мефодия и в Моравии, но все больше и больше становилось у него учеников Славянские книги появились в землях Болгар, Чехов и Поляков Сам Мефодий занимался переводом Библии на славянский язык Однако после смерти Мефодия католическое духовенство добилось запрета славянского богослужения в Моравии Его учеников изгнали из страны, но они продолжали просветительскую деятельность Кирилла и Мефодия Ученики братьев Климент, Наум, Ангеларий нашли благосклонный прием в Болгарии Просвещали ее народ Считают, что Климент обучил грамоте больше трех тысяч человек Из Болгарии славянская азбука проникла и в Киевскую Русь Жизнь и труды Кирилла и Мефодия были высоко оценены потомками Христианская церковь возвела их в ранг святых, в чин равноапостольных, то есть равных ученикам Христа День их памяти, 24 мая, празднуется у нас в стране как день славянской письменности и культуры От периода деятельности Константина, его брата Мефодия и их ближайших учеников До нас не дошло никаких письменных памятников, если не считать сравнительно недавно обнаруженных надписей На разваленных церкви царя Симеонов при славе в древней столице Болгарского царства Надписи состоят лишь из трех строчек Оказалось, что эти древнейшие надписи выполнены были не одной, а двумя графическими разновидностями старославянского письма Одна из них получила условное название кириллицы, другая же получила название глаголицы От старославянского глагол, что означает слово Славянская азбука в первозданном виде, как создал ее Кирилл, не сохранилась Не дошли до нас и литературные произведения, написанные просветителями Хотя есть свидетельства, что сочиняли они стихи, писали трактаты, переводили священные книги Увы, до сих пор не найдено прижизненных текстов, каких-либо отрывков, служебных или личных писем Какими же были первоначальные буквы? Далекий IX век, в середине которого вместе с первозданной азбукой началась письменность славян Ответа пока не дает По своему алфавитно-буквенному составу кириллицы и глаголицы почти совпадали Кириллица по дошедшим до нас рукописям XI века имела 43 буквы, глаголица же 40 букв Из 40 глаголических букв 39 служили для передачи почти тех же звуков, что буквы кириллицы Как и в самом первом подобном алфавите финикийском, а потом и в греческом, славянским буквам тоже дали имена И они одинаковы в глаголице и кириллице Первая буква А называлась Аз, что означало Я Вторая Буки По первым двум буквам алфавита составилось, как известно, название Азбука Буквально это то же самое, что греческое альфа-бета, то есть алфавит Третья буква В Веди, отведать, знать Похожего автор выбирал название для букв в азбуке со смыслом Если прочесть подряд первые три буквы, а азбуки Веди получается Я буквы знаю Читать азбуку подобным образом можно и дальше В обеих азбуках за буквами были закреплены и цифровые значения Кириллица представляет собой очень искусную, сложную и творческую переработку греческой византийской азбуки В результате тщательного учета фонетического состава старославянского языка Кирилловский алфавит имел все буквы, необходимые для правильной передачи этого языка Пригоден был кирилловский алфавит и для точной передачи русского языка В IX-X веках русский язык уже несколько отличался в фонетическом отношении от старославянского Имеется достаточное количество фактов, которые свидетельствуют о том, что глаголица все же более древняя система письма Вопрос о первенстве глаголического и кириллического алфавита Долгое время был предметом многочисленных споров Принято считать, что во время маравской миссии салонскими братьями была создана именно глаголица Кириллица появилась несколько позже, благодаря труду учеников и последователей Кирилла и Мефодия Однако именно салонским братьям принадлежит заслуга создания первой старославянской азбуки Миссия Кирилла и Мефодия сыграла огромную роль в истории славянских народов Которые все больше обращались к христианскому учению Появление азбуки и перевод священного писания дали начало старославянскому литературному языку и книжному делу Салунские братья выступали в роли просветителей, обучая славян грамоте и знакомя их с основами византийской культуры Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий почитаются как в восточной, так и в западной христианской традиции Праздник в честь салунских братьев был учрежден в России еще в 1863 году к тысячелетию основания первой славянской азбуки Помимо России, День славянской письменности и культуры также отмечается в Белоруссии, Украине, Сербии, Болгарии и ряде других славянских государств Священная память святых Кирилла и Мефодия служит соединяющим звеном для всех славянских народов Субтитры создавал DimaTorzok